Привет, дорогие земляки! Здравствуйте! Опять мы продолжаем свои беседы с кандидатом в депутаты по 12-му избирательному округу Питкеевым Олегом Викторовичем. Сегодня такой день знаменательный. Я хотел, Олег, начать. Во-первых, праздничный день, день знаний. И самое главное для нас – это день газовика. День работников газовой промышленности. Всех работников нефтяной газовой промышленности пользуюсь случаем, поздравляем с наступающим днем. Прямо души. Большого здоровья, успехов в работе, во всех начинаниях, здоровья семье, близким, детям, родителям. В общем, с наступающим праздником, коллеги. Как-то, уже наступил? Нет, первое воскресенье. А, первое воскресенье. А я сегодня за день знаний зацепил. Первый сентября. Второй по цветочности день после 8 марта. Мне это очень нравится. Ну, а газовикам и людям, которые рядом работают с газовой промышленностью, всего самого хорошего. Я считаю, эти люди, которые находятся в фундаменте нашей экономики, они обеспечивают топливом, энергетику нашу. Ну, и вообще, очень много процессов. То же самое тепло – это все связано с газом. В основном, особенно в нашей республике, где угля нет, дров нет, а все у нас газ. И работа такая очень интересная. Но сегодня еще что, кроме праздника, у нас такая острая ситуация создалась с водоснабжением. Мы с тобой уже обсуждали это. Я хотел бы свое это немножко быстренько сказать. Ну, а дальше мы все-таки будем обсуждать то, что по 12 округу. Что ты как видишь. Я, наверное, тоже буду свои какие-то эти подсказывать. Ну, а начиная с этого, тема водоснабжения города Элиста, вот хотелось бы вспомнить сроки Пушкина. «Унылая пора, а чьи очарования?» Сегодня у нас осень началась. Такое велическое отступление. А ты знаешь, что эта фраза, что она означает вообще? Литературный прием. Она называется «Оксюмурон». Если ты подготовился, хорошо. Конечно, сокращусь. Не, ну, в принципе, я знаю «Оксюмурон». Хотя есть «Оксюмурон» – это рэпер, он иноагент. Не будем его упоминать. А вообще это термин такой. Что он означает? Это когда в одной фразе совмещаются два понятия, которые друг друга уничтожают. Вот, скажем, «Унылая пора, а чьи очарования?» Литературный прием. Или, например, «Гоголь» – «Мертвые души». Или же «Толстой» – «Живой труп». Ну, много чего можно придумывать. И у нас вот система водоснабжения города Листа тоже вот прыгали-прыгали чего-то. Допрыгались до «Оксюмурона». В чем это заключается? Я вот с еще одним кандидатом прогуливался по листе. Встреча с жителями. Это Оксана Санжинова. Мы ходили, разговаривали с людьми. Такие картинки всякие наблюдали. И что люди говорят? Вот я думаю, что это секрет Полишенеля. В принципе, никто не признается. Но выяснилось, что все-таки воду от Левокомского месторождения на данный момент в связи с нехваткой закачивают водопроводную систему. Отпитывают? Подпитывают. Но об этом никто не говорит. Честно говоря, я не знаю, как это не могут себе это позволить. Но я сильно не утверждаю, что это есть. Но исходные данные. Люди очень много говорят. Водовозники об этом говорят. И есть сведения, что насосная станция Магна, ты ее знаешь, возле Ольгакина, в Экебурусской районе, она работала. Или может быть работает. А что она будет работать, правильно? Просто так электроэнергию полить? Значит, закачивают. Южное РЧВ, это вот резервуар чистой воды, который на юге Листы стоит, бочка огромная. Что там внутри у нее? Ну, в общем, это надо исследовать. Честно говоря, я и не хотел бы, потому что и так напряженный момент еще все эти. Мы еще тут добавляем, например, свою. Но само отношение к населению, если вы наливаете это, понятно, что эта вода не является ядом. Ну, она вредная, она не является питьевой. Ну, так предупредите, что же в нашу водооборудную систему города Листа можно вкачивать все, что угодно, что ли? Так не должно быть. Существует законный порядок и так далее. Сегодня объявили, что освобожден от должности директора МОПа Листа Водоканала. Ну, я бы уточнил. Во-первых, он не освобожден, а ушел по собственному желанию. Потому что я вот так считаю, хотя я с ним не разговаривал, но я думаю, что для человека это оскорбительно. То, что его обвинили во всех смертных грехах, а те, кто обвинялись, сейчас собираются на заседании и решают, что делать-то. А что вы будете делать? Вы же не специалисты, вы же не знаете это. Ну, в общем, ситуация серьезная, надо что-то решать. А ситуация с Оксюмероном, в чем она заключается? Дело в том, что в прошлом году, год назад, используя деньги, которые оставил председатель правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович, он выделил из своего собственного фонда, председатель правительства, более 70 миллионов рублей на то, чтобы вы объясните, объясните и напишите экспертизу, что же из себя представляет Левокумский водовод и его вода. Ну и что, за 70 миллионов наняли какую-то московскую фирму, ну и понятно, что это, не буду утверждать, ну там, что-то такое, темненькое, да? и написали, что никуда не годный водовод, никуда не годная вода. Вот и ситуация Оксюмерона, тогда вы нам поясните, никуда не годный водовод, и вы из него на данный момент закачиваете никуда не годную воду. Или же она все-таки куда-то годная вода? Ну тогда куда вы дели 70 миллионов? Вот в этом и есть противоречащее друг другу обстоятельство. Вы уж как-то объясните, господа. И весь блок жилищно-коммунального хозяйства знал об этом. И как это все сейчас выруливать? Как вы будете это население? Или вы не собираетесь с населением вообще общаться? Вот я, как кандидату в депутаты, хотел бы тебе сказать, что власть на данный момент тоже как-то себя ведет неадекватно. Всегда можно найти, да, серьезную ситуацию, всегда можно с людьми поговорить. В конце концов, даже если вы добавляете воду, ну просто скажите, мы вынуждены это сделать, у нас люди-то не такие уж прям злые, чтобы втыкать нож в спину. Поймут, что делать. Ну, скажите, не пейте эту воду, вы что? Там же, она же техническая, а в ней же там, что там, анализ тронций. Анализы существуют. Я просто, я знаю, где это, что все лежит, и я не стал этим заниматься. Ну, что же я буду как этот? Но это-то надо донести до населения, как результаты экспертизы. Да? Сама ситуация говорит о том, что Роспотребнадзор должен изучить эту ситуацию, а он сидит молчит, как думаешь, или прокуратура. Ну, я так думаю, что была такая пошмажорная ситуация, когда там было уже не до того, там, лишь бы его допустить, чтобы население, у населения снять напряженное состояние. Согласен. Согласен. надо вести диалог с населением. Конечно. Конечно. Надо сказать, признаться, вот, да, действительно, мы пришли к такому решению, что уже не до жиру, лишь бы его допустить. Ну, тогда объясните население. И я считаю, что надо диалог вести, чтобы не создавать напряжение предмятежного. Конечно. Да? Чтобы не было никаких митингов, должна быть гласность. надо вести диалог с населением. Объяснять, что мы сделали, какие шаги предприняли. Это временно, это или постоянно будет. Если это на постоянной основе, то это уже будет, надо разбираться серьезно. Если это временно, то нам было предупредить население, что другие жители листы, мы вынуждены были попитать основный водопровод Севокумского, водопровода. И сказать, да, действительно, вот такая ситуация. И объяснить, что это вода питьевая, допустим, она ничего страшного, какие-то примеси есть, металлы, по-моему, не знаю. Ну, я бы не стал пить. Ну, когда я это узнал, то я с опаской воду пью. Потому что и так здоровье после ковида такое шаткое. А тут еще стронц и там, я не знаю. Я не знаю таблицу Менделеева этой воды. Не, но ты же помнишь, что самое показательное, то, что вице-премьер правительства того, Орловского, получил, извините, уголовное наказание, и он сейчас отбывает срок. А за что тогда? Или все-таки вода плохая? что? Ну, ну, пожалуй, давай закончим все-таки на этом, потому что я же с собой как и с кандидатом по двенадцатому округу. Мы поделили своими мыслями по поводу вот этой ситуации с водой. А основная задача мне, как депутату по одномандатному округу номер двенадцать, а все-таки я буду говорить в каждом ролике, в каждом выходе в эфир, говорить своим избирателям о том, что какая моя, какие мои планы, задачи, какие кандидаты в депутат. Я хочу еще раз напомнить, что Юстинский район, Яшульский район, я считаю, Лаганский район, я считаю, очень перспективны в плане агропромышленных парков, паркового развития. Опять же, возвращаясь к этому разговору, я всегда буду это говорить, потому что у нас как бы один из выходов из этой такой сложной ситуации это начать действовать в этом направлении, потому что, во-первых, это создает условия для развития нашей промышленности, наших юридических лиц, это, во-первых, мы создаем технопарки, даем условия людям развиваться, свой бизнес развивать, на дешевой электроэнергетике, на достаточном водоснабжении и на льготных кредитах, налогопослаблениях. Значит, резиденты наших агропарков, парков развития, они могут напрямую заключать договора с такими институциями, как ВЭБ, ВТБ, фонд, винуя наше правительство, напрямую выходить и заключать договора на льготное кредитование. Что это даст? Это даст толчок производству, во-первых. это ну как говорят модно сейчас это рабочие места, ну это ясно, что будут рабочие места. В эти парки, ну конечно мы будем развивать на территории, допустим, виситского района, приоритет будет местное население. Для чего? Это для того, чтобы дать работу людям, налого отчисления бюджета района. Это первая задача, чтобы поднять производство в этих районах. И она решаема, она она актуальна, она решаема и видно ее в конце решения. Конечно. Самое главное здесь, я так думаю, что когда мы создадим эти парки развития, мы сами увидим, что даже сторонние, допустим, Астраханская область, даже крупные холдинги больших мегаполисов, они увидят, что здесь можно развиваться. И они придут со своим капиталом, со своими мыслями, своими идеями. И я так думаю, что пойдет работа, пойдет движение и, как говорится, заработает маховик производства. И мы не будем тогда просить на коленях какие-то субсидии, какие-то вливания федеральные, непонятные. не будет системы тогда вот этих непонятных криминальных, не криминальных, а коррупционных схем. Все будет чисто прорезачно. И я хотел еще сказать, что в этих парках развития в первую очередь надо дать зеленый свет нашим предпринимателям, это республиканск, марионам, им приоритет. В первую очередь надо создать условия, чтобы они работали. И я так думаю, что надо, когда заключаем договора с ними, приоритет, чтобы продукция, которую они будут выпускать, в первую очередь была реализована именно в этих районах, именно в республике. А потом уже, если они будут развиваться, то уже излишки могут продавать за пределы региона. этот сектор можно быстро заполнить и оживить, но надо проявить волю. И одно из почему я пошел в депутатах Урал баллотироваться, я хочу этим делом заниматься. Прям плотную, благотворно думаю, вместе со своими единомышленниками, как Александр Жилбушавич. Ну уже оскомлено дело, что мы хотим делать дешевую энергетику на основе газа. Еще что почему я скажу, там вода. Ну давай я тебе подскажу, что ты забываешь, о чем мы с тобой много беседуем. Я говорю, я сейчас хочу ответить на критику некоторых слушателей, зрителей, которые говорят, нахватались технических терминов и что-то там несут какую-то колесицу. Я просто хочу сказать, что мы санжим Бушавичем разговариваем на техническом языке, и мы, как говорится, с полуслова другого понимаем. Поэтому мы привыкли так, нас научили в институте говорить техническим языком. Поэтому... Ну, это сленг какой? Это сленг, да. Мы давно понимаем, а то бывают критические замечания, мы по-другому не умеем. я хотел тебе напомнить. Мы же с тобой постоянно обсуждаем скорее всего, наверное, назовем ее Юстинской миллиардивной системой, да? Подъем воды и дальнейший целый объем. Совершенно верно. Для избирателей своего округа это насущная проблема, да и не только для моего округа. Для всей республики это водоснабжение, миллиарация, это самая такая тяжелая проблема, которая решается каким путем. Значит, мы хотим восстановить Южный групповой водопровод Пастбищный Юстинский с подключением населенного пункта Яшкуль и Комсомольский. Над этой темой мы уже работаем с определенными людьми и как бы есть надежда, даже не надежда, федеральная не надежда, а уже как бы решения видны на горизонте, что эту программу можно сделать, не затрачивая больших финансовых средств методом форезлайнинга. Потому что объясняя, что трубопровод, водопровод от Цаганамана до Ирниевского он существует, он лежит и он был проревизировал в 2013 году, и вода дошла до северного пункта Ирниевский. Поэтому, естественно, труба там не такого уж хорошего качества лежит, но методом свежлайнинга мы можем реанимировать эту трубу путем, опять же, я говорю, путем протаскивания полиэтиленовой трубы небольшой толщины толкостенной, тело металлической трубы внутрь, внутрь, и тем самым реанимер. Ну, во всем мире этим методом пользуются, кроме Российской Федерации. Ну, и как мы, Калмыкии, как говорится, всегда переди планеты всей, мы хотим применить ее здесь у нас в республике. И эта технология есть, она применяется очень активно, поэтому мы хотим ее применить здесь у нас. У нас есть уже наработки по поводу протаскивания этих труб, поэтому все можно сделать. Ну, к этой трубе мы можем прицепиться еще орошение, много можно выращивать, честно говоря, 100 километров от Волги уже труба лежит старая, которую можно восстановить до Ирнеевского. Дальше все-таки в планах Олег Витович уже обсуждал с федеральной структурой одной, не буду пока назвать, ну, вплоть до Комсомольского даже, ну, не знаю, это, наверное, вторым этапом, но, если ставить, то накопитель можно ставить в УТе уже, да? В УТе такой же тысячник, который в Ирнеевском, такой же резервуар на тысячу кубов поставить, в принципе, его хватит, и до Холхуты, и, ну, если и второй поставить, на это уже вторым эшелоном, или как там, еще, или даже два, тогда можно достать уже до Комсомольского, и, ну, почему Комсомольский возник? там проблема все-таки сладкий артезиан, откуда они пьют воду, начинает высыхать, я так понял, честно говоря, исследований я не видел, но проблему нужно решать, и водопровод постоянно у них с песком идет, песок по всей насосной группы рушит, ну, это все можно смотреть, а касаемо, скажем, Яшкуля и Юсинского района, то мы, можно там где-то разместить, ты помнишь, мы говорим, капельные трубки, однолетние, это уже затрагиваешь орошение, это уже второй этап, ну, экструнгеры поставить, это не проблема же, выдавливаете, трое этап, это водоснабжение, трое этап уже милерация орошения, восстановить растительные системы, которые, они существовали, эти системы каналов, дренажей, она что-то есть, ее просто надо восстановить. Ну, людям кажется, что это так страшно, я у меня был собственный завод, я выпускал полиэтиленовые трубы, поэтому я знаю этот процесс, он сравним с этим, выдавливаем зубную пасту из тюбика, вот, вот, так же и труба делается, она просто горячая, и тюбик, все, все решаемо, нужна недорогая энергия, у нас есть газ, нам нужно сделать недорогую электроэнергию, из газа, и все. мы сегодня запустили КЗП-шневую станцию на одном из объектов, поэтому у нас сегодня праздник, у нас сегодня праздник, поэтому мы сегодня рушку холим детское шампанское и выпьем с тобой. Ну вот, КОКОЛ можно пропить. Мы с тобой не алкогозависимые, не пьющие. Да все уже, хватит пить. Надо работать, честно говоря. Пить, надо работать. Ну, а так, вроде бы, что, может быть, для Яшку, или что-то еще, ну, я так понимаю, что это все, все вместе будет, Конечно, конечно. Потому что Юстинский групповой – это проекция, грубо говоря, на всю республику. Если мы в каком-то месте эту систему делаем, она применима будет по всем регионам нашей республики. Ну, в Лагане же вода есть. В Лагане есть вода. В Шалтегове и Тухонского вода есть. Я не говорю уже про газ. Газ везде есть. Все парки развития можно создать на всей территории Сулкана. И оживить промышленность, оживить работу, дать вдохнуть жизнь. Ну, самые настоящие точки роста. Почему не делаем? Четыре года прошло уже, как администрация Бату Сергеевича. Ну, нет пока движения. Может быть, что-то как даст толчок, вот эти проблемы коммунальные. Вот я что еще хотел сказать. Ну, все знают, если ты ездишь на старом автомобиле, и он начинает сыпаться, этот процесс становится, собственно, лавинным. То одно сломается, то другое. Там починил, потом опять что-то поломается. Ну, и здесь, в коммунальном хозяйстве, то же самое. Это же тот же механизм. Если вы несерьезно к нему относитесь, находите какого-то виноватого, что тот-то виноват, что машина сломалась. Ну, это же смешно. Ну, во-первых, виноват водитель машины. Водитель виноват. Ну, что такое вообще-то? Опять мы аналогии приводим. Ну, сейчас вот хочется интересно посмотреть, кого найдут. Тяжело человеку будет, кто придет руководить или ставатый канал. Я даже не очень понимаю юридическую сторону. Там процедура наблюдения идет сейчас. Я вот не очень понимаю. Там сейчас наблюдатели от этих энергетиков. Кстати, энергетики банкротят водоканал. Частная компания? Ну, в чистом виде, да, наверное. Наш этот, как у Калманерга, он как частная компания работает? Ну, не государственная, в жаком случае. Ну, вот так вот, не знаю, что ты скажешь в завершении. Ну, я хочу сказать опять обратиться к своим избирателям 12 округа. Весинский, Яшковский район. Придите на выборы 8-9-10 сентября. Проголосуйте честно, сердцем. Сделайте выбор правильный. У нас просто уже времени нету не доверять выборам, не приходить на выборы. Надо уже что-то делать. Прийти на выборы, проголосовать. Наблюдателям пронаблюдать, чтобы не было никаких грязных вопросов. Придет команда новая. Да дай бог, пусть придет новая команда. Может быть, они столкнут этот камень. И что-то у нас начнет двигаться, работать. С теми людьми, которые были до этого, ну, как-то тяжело верится, что они что-то сделают. Потому что за столько лет ничего не было сделано в плане водоснабжения, и орошения, и вообще рабочих мест, производство заработано. Ничего практически не было сделано. Поэтому надо что-то менять. А менять надо, наверное, начать надо с законодательной власти. Наверное, так. Не с себя надо начать. Ну вот, да. Подняться и пойти на выборы. Под лозунг не придумывается. Поверить в себя, прийти на выбор. Это снова. Поверить в себя, не прийти на выбор. Так что приходите, голосуйте за политическую партию Российской Федерации. И за Питкеева Олега Викторовича. Да. Честно признаюсь, что мы все-таки будем в тандеме работать. И так и планируем всегда. Поэтому нам так проще. Наверное, и мы больше сможем совершить. Ну, я думаю, что пора уже к инженерному корпусу приходить. Да давно пора. В созидательную власть, скажем так. И созидать. Ну, и даже по... Вот, даже вот юристы, да. Там какие-то там еще великие артисты. Они не смогут созидать. Дайте инженерному корпусу созидать, а потом уже огранку придадут. И юристы, и экономисты, да. Финансисты. Они придут огранку. Тонкую доводку делают они. Поэтому пора уже инженерному корпусу брать в руки. Все в руки брать свои. Иначе так и будем воротиться. Но я не знаю, до чего дойдем в этой ситуации. Ну, и так у нас уже миграция идет бешенными темпами. И так дойдет, что практически работать никому не будет в нашей стране. Ну, надеюсь, что все-таки есть кому работать. Просто все специалисты работают в других областях. Где платят? Да, где платят. Думаю, что создадим систему. Да и вообще надо людям дать больше свободы, возможности самим зарабатывать, самим думать. Не надо за них думать. Сами пусть зарабатывают. Сами пусть созидают. Главное, народу не мешать. Народ у нас все равно по-любому талантливый. Талантливый. И трудливый. Умный. Поэтому говорили, что у нас кадровый голод. Ну, не совсем, брат. Ну, вот так вот. Кратце. До всего хорошего. Приходите на выборы. Приходите на выборы. До свидания. До свидания.